Всем привет, с вами Вова Ломов и Теплица социальных технологий. Сегодня мы поговорим о проведении видеоконференции, ну или видеочатов. Словом о том, что когда-то делал скайп, потом начали делать джитс или опиа, но в более продвинутом виде. Вообще все фантастические фильмы, насколько я помню 80-е, чтобы подчеркнуть мощь научно-технического прогресса, всегда вставляли кадры с демонстрацией видеосвязи, даже советские, не отличавшиеся особыми спецэффектами и изощренностью подхода. И вот когда будущее наконец наступило, видеосвязь так и не заменила собой все. В 80-е я помню думал, что буду общаться только по телевизору, если будет такая возможность. Во-первых, это красиво, во-вторых, удобно. Но появлялись приложения, сначала скайп, потом джитс и опиа, и другие. Они удобные, но в них всегда чего-то не хватало, особенно на бесплатных тарифах. И вот сейчас, мне кажется, появилось приложение, которое учло все. Сейчас, собственно, вы видите пример общения трех участников в Zoom. Да, приложение это называется Zoom. Но этого, я думаю, уже и так поняли из названия. Для запуска видеоконференции в Zoom нужно завести здесь аккаунт. Для подключения конференции не обязательно, нужно лишь скачать приложение. Но об этом позже. Регистрацию предлагают сразу бесплатную. Здесь действительно бесплатная версия вполне рабочая, ее достаточно для небольшой организации. Но если вам нужна платная, а она, понятное дело, сильно расширяет возможности, то у Теплицы есть проект Тепло Диджитал, в рамках которого некоммерческим организациям предоставляются скидки на различные ПО. Zoom входит в их число, так что, если вы представитель НКО, имеет смысл использовать Тепло Диджитал. Ссылку оставлю в описании. Итак, для работы, как я говорил, необходимо установить приложение Zoom, чем мы, собственно, сейчас и занимаемся. Приложение запущено, выглядит оно так. Кстати, дизайн не на пятерку, прямо скажем. Вообще, все современное тянется в сторону Mac, чтобы все как-то красивенько, стильненько, а это скорее в сторону Windows 3.11. Но! Когда смотришь на функционал, это становится неважно, даже приобретает определенный шарм. Молоток, конечно, грубая вещь, а яйца Фаберже очень изысканные, но гвозди все-таки забивать лучше молотком. Удобнее как-то. Собственно, проверив все настройки аудио-видео, у меня они, кстати, были сбиты, и мы можем приступать к работе. Понятно, что все эти действия нужно производить только один раз, потом просто пользоваться. Вот перед нами Zoom. Вообще, общаться самому с собой не очень интересно, да и невозможно, поэтому пригласим еще участников. Можно использовать для этого почту, но на почту придет простое сообщение с URL, ну и еще ID-конференции, но скорее это может запутать, особенно в первый раз, поэтому проще скопировать URL и отправить с помощью любого мессенджера. Например, Facebook. Как всегда, я отправляю сам себе, то есть у меня периодически включаются раздвоения личности. И при переходе по ссылке мне предложат скачать и установить приложение. Напомню, что это нужно сделать только в первый раз. Участнику, соответственно, не нужно быть зарегистрированным на сайте, достаточно просто иметь приложение. Вот мы все установили, проверили, вот нас уже двое здесь, и более того, мы уже общаемся, и я, например, могу включить камеру, но на втором компе у меня камеры нет, да и вообще я пока один за двоих. Кстати, что интересно может делать участник конференции, который не является организатором? Отключать, включать камеру, звук это понятно, я могу запустить чат, вещь тоже полезная, а вот запись я не могу запустить, мне нужно запросить доступ. Возможность записи это круто, очень хорошая функция, ну а в этом уже в следующем скринкасте. И я могу приглашать участников, также просто скопировав URL. Отправим, ну для разнообразия воспользуемся Telegram. Отправим Наташа Алис. Проверим, как работает в зумномобильном. Если приложение не установлено, он предложит его скачать и установить. Тут нужно ввести ID конференции, но чтобы его не искать, проще вернуться и перейти по ссылке. Теперь это приложение установлено, и все. Собственно, общаемся. Итак, что можно сказать при первом знакомстве? Отличное качество аудио-видео, шифрование данных, есть все необходимое. Мы, правда, пока этого не коснулись, но это уже в следующем скринкасте. Даже на бесплатном тарифе вполне можно работать, но на платном вы уже становитесь магом и волшебником. Тут и открытая API, и снятие ограничений на 40-минутную конференцию, и возможность записи конференции в облако, и еще куча всего, и все это значительно дешевле, чем у аналогичных сервисов. А если учесть скидку для НКО, то вообще почти даром. Но об этом уже в следующий раз. Ну вот, я думаю, что я сделаю еще один, а может быть даже пару скринкастов по Zoom. Мне приложение сильно понравилось, тем более, что у меня Pro-версия. Так что подписывайтесь на наш канал, оставляйте комментарии, ставьте лайки, ну и любите друг друга. Субтитры сделал DimaTorzok